Здравствуйте, все! Мы с вами продолжаем изучение уравнений Гамильтона и Якоби. Сегодня, фактически, у нас будет решение некоторых задач или, скажем, о алгоритмах, которые в некоторых случаях дают возможность найти полный интеграл уравнений Гамильтона и Якоби. Мы будем рассматривать обобщенные консервативные системы. Я вам напомню, сейчас то, что я напишу на доске, вам писать не обязательно. Просто я вам напомню, вы можете листать свои тетрадочки, посмотреть. Вот смотрите, вот мы рассмотрим систему, которая зависит, в локте Гамильтона, которая зависит только от координат и импульсов, так? Вот. Тогда есть интеграл, правда? Константа. И вот мы хотим... Да, а уравнений Гамильтона Якоби какой вид вообще-то имеет? Уравнений Гамильтона Якоби это... ДС по ДТ плюс H от Q1 и так далее Qn. ДС по DQ1, ДС по DQn. Ну, знаете, что? Уравляется нулю, да? Вот. Так. Мы с вами говорили, что можно искать в таком случае функцию S минус Ht, вот это самая константа, плюс функция V. Вот. И тогда уравнение Гамильтона Якоби она записывается в виде... Оно значит H, Q1 и так далее Qn. ДВ по DQ1. ДВ по DQn равняется H. Вот. Ну вот тогда мы измерим H, то получим S равняется минус Ht плюс V, которое зависит от Q... Вот, допустим, мы нашли, значит, эту функцию V, которая будет зависеть от α1, αN без единицы, ну и H ещё, естественно. Вот так вот. Вот так сказать αN это H. Вот. Ну и тогда решение находится так. ДВ по DQi. Это будет Pi, да? Вот. Так. Вот. И ДВ по D αiT равняется... Просто минус Bt дновой константы. Это когда I меняется. Это у вас всё в прошлый раз было, просто допоминали. Да N плюс 1. Вот. Ну а скажем, ДВh, ДВ по Dvh, равняется T тоже минус Btn. Так. Так вот, знаете, известно... Известно... Мы ещё вернёмся к той записи. Вот. Вот. Известны такие замечательные случаи, когда функцию S можно получить как сумму функций S0 от T плюс S1 от Q1 значит, ну и скажем, T, да? Плюс и так далее. Плюс Sn так, от Qn и T. здесь здесь вот это вот, понимаете, сумма посмотрите, каждое вот S зависит только от своей переменной, от Q1. Понимаете? Вот. Ну, это ещё и все вот эти функции, ну, конечно, зависит ещё от N произвольных постоянных. Альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-n. Ну, альфа-n можно считать, что это H. Вот так. Понимаете, это замечательный случай, это называется, тогда говорят, что уравнение допускает разделение переменной. Тут вот все переменные отделились одно от другого. Они независимы. Только через контент альфа они связаны. Так. Ну, и когда же такое, значит, у нас разделение возможно? Это классика. Я расскажу вам только два случая, их известно несколько. Расскажу главные, основные два случая. Тут должно быть наложено некоторое требование на саму функцию, на структуру функции Хамильтона. Эта структура позволяет найти полный интеграл S. Или V у нас. Вот первый случай. Давайте вот здесь рассмотрим. Первый случай. Первый случай у нас будет такой. Значит, вот смотрите, пусть функция H, это H, вот смотрите, она зависит от функции F1, которая зависит только от Q1 и P1. Запятая. Fn тоже зависит только от Qn и Pn. Вот пусть так. Так. То есть функция от функции, понимаете? Значит, функция H зависит от N функции F. А каждая из функций F зависит только от своих переменных. От Qn, от QiT и PiT. Понимаете? Вот так. Так вот. Будем предполагать, что Df и T по Dp и T не ноль. Пусть это будет не ноль. Если это была функция 1, то это условие 2. Ну, как выглядит уравнение Хамильтона Яхоби? Смотрите. Смотрите. H будет зависеть от чего у нас. Вот. Ну, можно так-так написать. F1 от Q1 ДВ по DQ1. Правда? Запятая. Fn от Qn ДВ по DQn. Вот так. Вот. Равняется H. Вот так будет выглядеть уравнение Гамильтона Яхоби для даже обовчённой конструктивной системы. То есть, смотрите, я просто беру вот это. Вместо P ставлю Dv по производной V по соответствующей координации. Так? Ну, вот. Мы, значит, что сделаем сейчас? Мы положим F и T от Q и T ДВ по DQ и T, положим равным альфа и T. Равенство 4. Ну, здесь выполняется условие 2. Это же импульс стоит, да? Так сказать, здесь. Можно это вот соотношение разрешить относительно вот этого импульса. И мы с вами получим этот импульс ДВ отсюда следует на основании 2, что ДВ по DQ и T будет равняться некой функции G и T от Q и T и альфа и T. Это формулка 5. Ну, вот. Тогда функция V это вот что? V это просто сумма. И от единицы до N по И от единицы до N. Интеграл от G и T, Q и T, альфа и T до Q и T. Вот эта функция S, да, здесь уже H, это что такое H, смотрите. Вот такое мы получили с вами, значит, вот это вот, скажем, 6, это 7, вот. Значит, здесь у нас с вами что такое H? H, это ведь это константа, которая есть в функции H от альфа 1, альфа N. Вот константа H равна вот такой вот величине. Знаете, вот эта формула 7 есть, задает функцию S, которая будет полным интегралом уравнения габилитарной Айкоби. Для этого нам что нужно проверить? Нам нужно проверить, значит, отличие от нуля от такого определителя. Значит, D2, вот почитаем, D2S по DQ и T по D альфа КТ. Вот нам нужно почитать этот определитель. И К от единицы до N. Вот мы показываем, что он не ноль. Как это можно сделать? Смотрите сюда. Вот смотрите, давайте посмотрим на вот это соотношение. Вот на это соотношение. Значит, если мы сюда вот подставим вместо Db по DQ и T вот этой функции G, то это будет тождество, правильно? Давайте мы подставим сейчас вот это вот сюда вот и продифференцируем по альфа КТ. Что мы получим? Df и T по Dp и T и Dp и T по D альфа КТ, то есть DG и T по D альфа КТ, равняется производной от этой функции по альфа КТ. Это либо единица, либо ноль. Правда? То есть это будет дельта функции по альфа КТ. Поэтому у нас с вами, значит, D2s по DQ и T по D альфа КТ. И что такое Ds по DQ и T? Db по DQ и T, это P и T, правда? Вот. Так. Значит, это будет равняться у нас чему? Ну, нет, определитель. Уже нам все сразу определили. Определитель вот этой вот матрицы. И K альфа КТ просто будет равняться диагональным элементом, произведение диагональных элементов, правда? Произведение и от единицы до N, DG и T по D альфа ИТ. Ну, это, конечно, не ноль. То есть это полный интеграл. Вот такая ситуация, понимаете, встречается в приложениях. Чтобы была большая ясность, как вот с этим способом работать, давайте рассмотрим простой пример. Рассмотрим пример такой. Осциллятор гармонический. С одной степени свободы. Так, вот смотрите. Сейчас вы увидите, как вся эта процедура работает. Итак, H равняется, пусть одна вторая, P в квадрате без Q в квадрате. Ну, часто встречаются с такой функцией Габельтона. Значит, как выглядит уравнение Габельтона на квадрате? Равняется H, да? Ну, равняется альфа. Мы будем видеть, что это H. Тут только одна константа будет. Вот. Тогда у нас S. Это минус альфа T плюс V. Равняется. Ну, V, значит, это минус альфа T плюс интеграл. P на DQ, да? Корень из двух альфа минус Q в квадрате. P – это два альфа. P в квадрате – это, значит, два альфа минус Q в квадрате. Ну, давайте считать, что у нас знак плюс. Такой режим, когда P положительный, например. Можно смотреть и оба сразу. Так. Вот так. Да. DQ. Вот полный интеграл уравнения Габельтона и Акобия. Так. Нашли его. Ну, его можно, значит… Что он нам даёт? ДС по D альфа равняется минус бета. Как мы договорились считать, да? Так. И что же… Что из этого следует? Так. Это что получается? Значит, минус T по альфа, да? Плюс интеграл корень 1, 2, знаменатель корень из двух альфа минус Q в квадрате. DQ. Еще на 2, да? По альфа. Так. Равняется минус T. Двоечки мы здесь сокращаем. Получился арксинус. Получается минус T плюс арксинус Q, деленное на корень из двух альфа. Так. И это равняется минус бета. Ну, тогда отсюда следует, что Q – это корень из двух альфа, альфа-константа. Бета тоже константа. На синус T минус бета. Вот мы нашли с вами Q. А то и P найдем. Потому что P – это вот это вот коренное выражение. Вот корень, вот этот корень. P будет равняться корень из двух альфа только на косинус. T минус бета. Вот так. Производится из пушки по воробьям, да? Ну, все-таки какая-то иллюстрация. Так. Давайте еще один случай рассмотрим. Случай и примерчик. Вот еще какой случай рассмотрим. Давайте мы будем считать… Смотрите. Второй случай – это вот какой. Посмотрите. Вот имеется функция F1. она зависит только от Q1, P1. Так. Имеется функция F2, которая от этой функции зависит и от своих переменных Q2, P2. Функция от функции. Видите? Вот. Хорошо. Теперь можно писать, что это функция F3, который зависит от этой функции F2 и от своих переменных Q3, P3. Закрываем фигурную скобку. Ну и так далее. Наконец, до n мы дойдем. Поставим запятую. Так. От Qn Pn. Ну тут, я не знаю уж, большую поставим скобку. Вот так. H равняется… Значит, Fn. Значит… И так… Тут. Вот так. Функция от функции. И будем считать, что dFiT по dPiT не ноль. Для всех i. Так вот, процедура решения следующая. Смотрите сюда. Такой интересный случай. Ну, смотрите. F1 от Q1 dV по dQ1 полагаем равным альфа 1. Взяли и вот эту вот функцию. Это альфа 1. Теперь смотрите. Отсюда мы можем найти с вами… Всего того, чтобы выполнять вот это условие. dV по dQ1. Это будет некая функция G1 от Q1 альфа 1. Правильно? Вот так. 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 Не торопимся. Теперь, смотрите. Теперь у меня имеется такая функция. F2 от альфа 1 от Q2 по 2, да? Я ее положу в свои константы. F2 зависит от альфа 1 Q2 dV по dQ2. Полагаю равным альфа 2. Значит, Q2. Вместе по 2 я ставлю dV по dQ2. Отсюда мы найдем dV по dQ2. Это можно сделать. Это будет G2. От чего? От Q2. Ну и от альфа 1 и альфа 2, да? От своей константы альфа 2 и от константы предыдущей. От альфа 1. Правда? Так. Идемте дальше. Сейчас мы пройдемся. И в конце концов мы с вами получим Fn. Наша функция H. Fn от альфа n без единицы. Qn. dV по dQn. Ну, порожим. Это все равняется альфа n. То есть альфа n это H, да? Так. Отсюда можно найти dV по dQn равняется Gn. Значит, от чего она зависит? От Qn. От предыдущей константы альфа без единицы. И от своей константы альфа n. И вот тогда S будет равняться минус альфа nt. Потому что альфа n это как раз H. Так. Так. Ну и плюс сумма. Плюс сумма. И от единицы до n. Интеграл GiT, который зависит у нас от QiT. От альфа и без единицы. От альфа и т до QiT. Вот такой будет полный интеграл уравнения габилитонной альфа. Правда, надо еще убедиться в том, что вот этот определитель отличается от нуля. T2S по dQiT по d альфа катой, да? Не ноль. Ну и в этом несложно убедиться, я этого делать не буду. Простое вычисление. Значит так. Вот еще один пример. То есть еще один из случаев, когда мы можем найти в виде квадратур полный интеграл уравнения габилитонной альфа коби. Ну давайте мы с вами рассмотрим опять же пример. Опять классический пример, в который мы неоднократно с вами возвращаемся, без него никуда. И в теоретической физике все это важно, поэтому я останавливаюсь на таких вот примерах. осциллятор, задачи двух тел, понимаете? Как раз опять рассмотрим задачи движения в центральном поле. Давайте, ребятки, посмотрите. Вот у нас с вами, вот в этой вот точке, находится масса m. Помещаем, значит, она такая большая, что будем считать, что она неподвижная. И точка, вот другая точка. Масса m, движется относительно нее. Так. Х вверхзет. Так. Положение будем задавать при этой точке при помощи углов с физической системой координат. Значит, мы определяем, значит, r, угол θ, и вот угол φ. Так. Ну, что тут? Давайте все аккуратненько с вами проделаем. Значит, потенциальная энергия минус гамма m на m на r, да? Кинетическая энергия. Ну, вы уже мне сейчас подскажете 1, 2, m. Открываю скобку. r с точкой в квадрате плюс r в квадрате на sin с квадрат тетта плюс r в квадрате. На что нужно множество r в квадрате? Тетта с точкой в квадрате. Скобку закрыли. Так, ребят, посмотрите внимательно. Это надо писать, просто сразу писать это нужно. Знать это надо. Смотрите, как это получается. Сказать? Вот смотрите. Тут у нас ведь вот это кривление системой координат, r, r, t, φ, она ортогональная. Вот смотрите, зафиксируем, тут вот, зафиксируем тетта и φ, движение только вдоль r будет. Это вот ось r, r с точкой в квадрате. Теперь смотрите, я сейчас зафиксирую, давайте угол тетта, тогда и r. Тогда вот эта точка должна двигаться по параллели, да? Находится на расстоянии r sin с тетта. Видите, там квадрат стоит. Ой, там, друзья мои, это неправильно, тут же я упустил. φ с точкой в квадрате еще, правда? Вот. И угловая скорость вращения это φ с точкой. Правильно? Да, вот еще. И еще, можно так, φ зафиксировали, r зафиксировали, тогда движение будет по меридиану. Значит, скорость какая? Ортогональная в предыдущем составляющем скорости. Это будет r на тетта с точкой, правильно? Вот. А тут стоит квадрат. Все, с углового квадрата. Так. Так. Вводим импульсы. p, r. Это d... Да, ну, конечно. l это t минус p, да? Вот. p, r. Это что такое? d, l. p, r с точкой. Никуда не торопим. Все аккуратно пишем. m, r с точкой. Отсюда можно найти импульс. r с точкой, да? Потом мы будем подставлять функцию l. Так. Потом p, тета. Это же d, l под d тетта с точкой, да? То есть r тетта с точкой. Простите. m, r в квадрате, тетта с точкой. Вот так правильно, так? Видите? Дифференцирован по тетта с точкой получается от двойка. p, fi. d, l под d, fi, да? с точкой. m, r в квадрате, хинус в квадрате тетта на fi с точкой. Вот здесь трехсотношения мы можем выразить r с точкой, θ с точкой, fi с точкой, через импульсы. Ну тут все элементарно, все эти уравнения разделяются, да? Вот. Если мы выразим, то что такое h? Мы можем создать, даже так написать, систему консервативной, это просто t плюс p. пи. Надо просто сюда в эту функцию h поставить t и пи, а в t, r с точкой, fi с точкой, тетта с точкой, выразить через импульсы, да? Вот что получится. Одна вторая, вернее, единица, деленная на 2m, p, r в квадрате плюс p, fi в квадрате, деленная на r в квадрате, синус квадрат тетта, плюс p, тетта в квадрате, деленная на r в квадрате. Это я вот записал выражение для генетической энергии, только через импульсы. Ну и минус гамма m на r, это значит потенциальная энергия. Вот такая будет функция хамильтона. Она как раз подпадает структурой такова, что можно получить, что наша функция хамильтона относится ко второму случаю разделения переменных, которую мы рассмотрели с вами. Так. Ну и смотрите, как тут надо действовать. Вот этот пример интересный. Вот смотрите, как тут функция от функции. Вот смотрите, тут вообще нигде нет, нигде нет, фи, да? угла фи. Его нет. Так. Значит, у нас с вами пишем, p, фи, p, фи это альфа-1. Вот она, это, вот-вот написали p, фи. Видите? А теперь смотрите. А теперь, теперь, теперь это можно, вот, тета выделить можно. Смотрите, по фид-константе это альфа-1 в квадрате. Так. Вот смотрите, из этих двух, вырезаем в квадрате. Скобка будет только-только, функция от альфа-1, и p, тета, и син, и тета. То есть смотрите, я могу положить альфа-1 в квадрате, деленное на синус в квадрате тета, плюс p тета в квадрате, могу положить альфа-2. Вы поняли? Смотрите, что я сделал. Я вот это вот всё покажу, вот. Вот. Видите? Только p фи, это альфа-1. Видите, да? Так. Теперь всё, что осталось, зависит только от константы, от константы альфа-2, и от r и p r. Значит, тоже получается дальше. Получается, что единица у нас с вами на 2m, p r в квадрате, плюс альфа-2, деленное на r в квадрате, минус гамма m на m на r, вот, равняется альфа-3, ну, равняется h. Да? Вот. Теперь смотрите. Мы можем написать, из первого, из первого, из первого, мы уже нашли, да? Значит, p фи у нас это альфа-1, из второго уровня находим p θ, это что, корень из альфа-2, минус альфа-1 в квадрате, синус в квадрате θ, да? Вот. Хорошо. Ну и, наконец, p r. Это у нас что такое будет? Корень 2m альфа-3, да? Значит, 2m на альфа-3, плюс гамма m на m на r с двойкой, да? 2m, лучше так, плюс гамма на 2m на m, так? m в квадрате на m, так? Вот. Минус альфа-2 на r в квадрате. Верите, да? Ну вот. Значит, у нас получится с вами, что s, полный интеграл, это минус альфа-3t, плюс альфа-1 на φ, взял интеграл, p φ d φ, альфа-1 d φ, плюс интеграл, от этого самого p θ d θ, плюс интеграл p r d r. Ну, еще добавить, значит, соотношение d s, p d альфа-1t, равняется минус бета-1t, если мы хотим найти 6 предвольных постоянных, 3 альфа и 3 β. Все. Вот такая классическая задача, решение которой следует знать. Не просто помнить, как это делается. Ну вот, что я хотел бы здесь сказать еще. Известно еще несколько случаев, значит, когда переменные разделяются. Мы не будем на этом остановиться, но их немного. Немного. Я рассказал вам, посчитал нужную, рассказываю вот эти два случаев, которые чаще всего встречаются. Ну и они важны для обучения, для первого знакомства с предметом. Это вот, вообще, редкий случай, когда можно найти полный деграл, если в таких реальных задачах. Ну вот, все-таки, вот видите, вот такие живые задачи, которые встречаются на повседневных, как гармонический осциллятор, значит, и вот задачи двух тел. Мы просто в этом мире живем, а мне, кажется, так вот, матушка природа устроена. Она нам иногда подсказывает. Она, как Владимир Соловьев писал, что природа, вот не помню, не помню, вот точно, даже не помню, сейчас забыл. Владимир Соловьев, философ, сын историка Сергея Михайловича Соловьева, он писал, что природа красоты своей не открывает. И ты вот, со своими вычислениями, вот, не от имени геотайн, если их не угадает твой дух. Это как интуиция, понимаете, вот, нужно врасти вот этот предмет, только жить этим, думать, тогда может что-нибудь получится. Вот. Но знаете что? Мы продолжим сейчас изучение уравнения Гамильтона и Якови, и я скажу вот что. Вот мы видели, как мы подбираем эти константы. Мы видели, как мы подбираем эти константы. Просто вот, они у нас получаются достаточно, при помощи достаточно формального алгоритма, вот эти константы альфа. Но, понимаете, можно их и по-другому было выбрать, может быть. может тогда даже удобнее будет. Вот Деланне предложил, при решении уравнения Гамильтона и Якови, в некоторых систем, так вводить переменные, которые являются функцией от этой константы, так вводить в константы, при решении уравнения Гамильтона и Якови, чтобы они были бы наиболее удобны в приложениях. Вообще вот это то, что написано, это очень громоздко всё. И вот эти системы, о которых я сейчас говорю, эти системы должны обладать некоторым свойством периодичности. Сейчас я скажу, о чём попадёт речь. А пока запишите. Переменные действия угол. Так и называются переменные действия угол. Действия. Они так и так про них говорят. Действия уха. Вот так. И часто действия означают И, а углы W. Очень часто. Мы сегодня рассмотрим простейшие вопросы, связанные с этими переменными. Но сначала мне бы хотелось вам сказать, о какой же периодичности говорит Деланне. Как это вообще понимать? Система должна обладать некоторым свойством периодичности. Вот о чём, друзья мои, идёт речь. А речь идёт вот о чём. К этому ещё вернёмся. Вот какая может быть ситуация. Рассмотрим для простоты, значит, скажем, систему с одной степенью свободы. Вот смотрите. Вот, допустим, вот P и Q. Вот Q и P. Ну, может быть, вот так вот. Скажем, вот пусть вот какая-то вот такая вот будет траектория фазовой плоскости. Тогда тут ясно, что есть периодичность. П и Q меняется не периодом. Понимаете, да? Вот. Это называется либрация. Сейчас мы придём очень конкретный пример. Либрация называется. И колебания. А вот другой случай. Вот случай А. А вот случай В. Вот, может быть, так случится. Вот импульс так, а вот координата. И вот, скажем, так, может быть. Пусть P от Q зависит периодическим образом. А Q негранично вырастает. Вот период. Вот некая площадка. Это тоже свойство периодичности. Вращение. Это называется вращение. Так вот, об этом будет идти речь. Лучше рассмотреть конкретный пример, друзья мои. Рассмотрим конкретный пример. Рассмотрим систему с одной степени свободы. Вот она. H Q и P равняет константе H. Вот мы рисовали недавно траектории, да? Вот если dh pdp не ноль, да? То мы можем найти P как функцию от Q и H. Можно сказать, H это альфа, да? Вот. Значит, получаем функцию тогда V. Это стоит вам записать. V от Q и альфа. Обозначение от предыдущего раздела. Вот. И P. Значит, то P у нас будет это некая функция. Значит, якусь 1, да? Вот. Тогда P это получится у нас dv по dq с отношением 2. Так. Ну, dv ds по d альфа я не выписываю. Так. Вот смотрите, давайте рассмотрим такой примерчик. Когда у нас имеются вращения и колебания. Вот. Стоит вспомнить опять нашу задачу о маятнике. Вот. Значит, маятник это точечка значит, массы M в однородном поле тяжести движется плоскость чертежа. Вот. Значит, уголочек фи и, можно сказать, мы функцию h уже с вами писали, это будет Пфи в квадрате значит, 2ml в квадрате минус mgl косинус фи, да? Вот этой задачей у нас будет и колебание возможное и вращение. то и другое значит, говорит о периодичности. Но знаете, что я хочу вам показать, как это можно ой, обезразмерить. Вот смотрите. Вот вам упражнение. Давай запишем безразмерной форме наше уравнение. Вот такая задачка нам с вами. Знаете, что я предлагаю сделать? Давайте мы так и оставим, что фи это есть фи. Это кое-то фи. Пусть кое-то фи. Угол безразмерный у нас, правда? А вот импульс мы ведем вот как. Новый импульс p, пусть будет равен единице, деленное, вы не торопитесь, давайте это полезное упражнение, на ml корень из gl на наш размерный импульс p фи. То есть мы переходим от фи p фи к примеру q и p. p безразмерный, потому что здесь что стоит? Здесь стоит момент инерции в секунду, правда? Вот. Момент инерции на голову скорости. Все правильно. Значит, p безразмерный. Так. Теперь смотрите. И еще ведем новое время. Вместо t возьмем примерную t штрих. Корень из g зеленый на l умножить на настоящее время размерный t. Теперь смотрите, ребятки. Новая функция. Ну я так и буду... Значит, h переходит в какую функцию? Смотрите. Вот посмотрим на наше уравнение. d по dt равенец dh по dq, d по dt минус dh по dq. Если t мы умножаем константой, это равносильно делению функции гаммельтона на эту константу. Правильно? Поэтому в новый функции гаммельтона будет единица деленная на вот эту константу. На корень из g из g на l. Пока так. И теперь на что? На что это надо умножить? На что это надо умножить? Нужно взять старый функции гаммельтона и записать в новых переменных. Правда? Ну и в чем умножить на валентность надо? А валентность вот это преобразование с константа это единица вот этот коэффициент ml корень из g l. Вот. Это вот эта величина вот. Так? Поэтому мы пишем эту константу единица мл корень из g l. А теперь вот в круглых скобках напишем старый функции гаммельтона новых переменных. Это будет единица на 2ml в квадрате. p c в квадрате это m в квадрате. Значит, m в квадрате, l в квадрате, g l на p в квадрате минус m, g, l косинус c минус m, g, l на косинус c так, на косинус c на косинус c скобку закрыли вот так. И смотрите, что получится. Получится очень красивая функция. 1,2 p в квадрате минус косинус q. Ну вот. Лучше не бывает. Так. Так вот, смотрите. Вот мы будем считать, что у нас с вами h это 1,2 p в квадрате минус косинус q. Ну что, если это равняется h, то отсюда следует, что p в квадрате равняется 2 на h плюс косинус q. движение ну мы посмотрим сюда. первое. Если h меньше минус единицы, то движение вообще невозможно. Тогда вот это будет отрицательным числом. Если h меньше минус единицы. Например, минус 2. Понимаете, да? Тот же косин искусственный. Значит, если h меньше минус единицы, движения вообще нет. Теперь, значит, первое. h меньше минус единицы, нет движения. Невозможно. Теперь второй случай. h равно минус единице. это равновесие. Посмотрите. Это равновесие. Вот здесь, вот здесь, здесь q. Вот тут рисовать за этой траекторией, в самом деле, надо. Так. Вот. При h равном минус единице это устойчивое равновесие. q равняется нулю. И p равняется нулю. Посмотрите на нашу функцию. q0. Значит, это что получается? Единица. Тут ноль. Значит, h минус единица. Правильно. Вот это, это равновесие. Теперь, если у нас вот будет с вами третий случай. h больше минус единицы, но меньше единицы. Тогда это будет вот что. Это будет колебание в окрестности вот это положение равновесия. Вот она, периодичность. Множество таких вот эллипсов. Так. Четвертый случай. h равно единице. Равно, плюс единице. Это либо седло, вот эти, пи минус пи. Равновесие. Седло. И левое движение под послепаратризм. А если будет пятый случай. h больше единицы. Это вращение. В ту или другую сторону. Ну вот, тут имеется вот периодичность. Колебание внутри сепаратрицы, вращение вне сепаратрицы. Вот в одной задаче реализуется тот и другой случай, который мы с вами говорили. Но вернемся к нашей, вернемся к нашей, к нашей задаче вот этой вот. Вот. Давайте мы вместо вот этой альфа, вместо альфа, введем вот такую переменную и по формуле. И это назовем переменной действия. И это будет пусть единица на 2 пи, интеграл, pdq. Ну, если у нас эта траектория вибрация, то это просто по всей вот этой кривой берется интеграл. А если это вращение, то берется, берется период и интеграл, а скажем, от минус пи до пи. Понимаете? И смотрите, и делится на 2 пи. То есть берется соответствующая площадка, площадь, которая заключена вот, скажем, вот, внутри вот этого эллипса. И делится на 2 пи. Или площадь, которая находится под вот этой кривой, задающей вращение. Так. Ну, давайте мы подставим, посмотрим, что же это за и такое, что это за импульс такой. Ну, это единица. Вот он и называется переменным действия. Ну, и равняется, значит, единица на 2 пи, интеграл. А что такое П? АП это ДВ, ПДК. ДК, ДК. Вот так вот. То есть отсюда получается, что И это функция от альфа. И что? От константа энергии. Правильно? Ведь В это, это функция от Q и альфа. Так. Ну, будем предполагать, что ее можно разрешить. И получить отсюда альфа, равняется альфа от И. Тогда у нас, как получается, H в нашей функции, это и есть альфа от И. Она зависит только от переменной И. А В, это и есть В, от Q и альфа от И. И какая замена переменных у нас? А вот какая замена... Вот так получается, да? Вот. То есть В от альфа и И. И W, новая переменная, В есть по формуле. ДВ по ДИ. Вот. Это формула 2. Значит, ну... Формула 2. Пусть это, конечно, будет 3. А это формула 4. Значит, вводится действие. Вот так получается В. И вот так получается. Итак, мы видим процедуру, которая у нас получается, что H наше, это H от И. В итоге H от И получилось. Так. Ну и в новых переменных, что мы с вами имеем? Значит, H в функции H зависит только от переменной И, от переменной действия. Вот такое название действие. А соответственно, это действие – это импульс, а W – это угол. Вот. Значит, какие уравнения? ДИ по ДТ равняется нулю, потому что функция Гамильтона от W не зависит, правда? Вот. А W по ДТ – это будет у нас ДХ по ДИ. Это как раз угловая скорость. И вот получается, что у нас решение такое И равняется И нулевое равно константе. Вот. А W – угловая переменная, меняется вот так. Омега от И нулевое на Т плюс W нулевое. Омега – это частота либо колебаний, либо вращений. Ребята, вот что для нас важно. Для того, чтобы найти эту частоту, нам не надо было интегрировать уравнение. Надо было выучить квадратуру. Очень замечательно. Это замечательная вещь. Скажу вам, на собственном опыте это испытал в разных задачах, которые интегрировались. Так. Так что получается, что у нас мы можем частоту таким образом находить. Так. А теперь, смотри, хочу знать, что отметить. За полный цикл изменения Q исходного, то есть либо по… вот так, либо превращений, помните, да? За полный цикл изменения Q W получает превращение равное 2π. Вот настоящий угол, понимаете? Вот. Вот смотри, давай покажем. Вот что такое, как за полный цикл меняется? ΔW равняется интеграл. Ну что, это DW по dQ, правильно ведь? Так же ведь? Так. Равняется интегралу d по dQ. От чего? А W это у нас ведь dV по dI. dQ. Так. Идём дальше. Равняется. Ну это равняется, значит, d2v. да? Вы знаете, можно переставить порядок дифференцирования, потому что считаем, что функция дважды непрерывно дифференцированная, dQ. dQ. Так. Да. Равняется в итоге d по dI от интеграла dV по dQ. dQ. То есть получается, что это 2p di от p на dQ. А что такое p на dQ? Это же 2pi на i. Правда ведь? Вот. Значит, 2pi получается. Когда проинтегрировано, будет 2pi и, значит, продифференцировали и получили 2pi. Правильно. Вот так. Изменяется вот… Q изменяется вот каким-то образом по циклу, так? Или вот здесь вот между… Как-то в случае периодичности таким вот образом как-то, да? Вот. Вот здесь вот, да? Вот. А, значит, угловая перемена получает прощение 2pi. Давайте, знаете, что сделаем? Рассмотрим конкретный пример. Рассмотрим конкретный пример. Да, знаете, что? Если перемен… Смотрите, если какая-то координата циклическая, то переменная действия – это просто и соответствующий циклический интеграл. Потому что интеграл p на dq – p константа, понимаете? Вот если переменная циклическая, то получается просто… Просто у нас переменные действия… Есть соответствующий импульс, отвечающий циклической координации. Впрочем, мы это видели в примере, который в конце предыдущей части нашей лекции. Поинтом получалось… С равняется минус альфа-3t плюс альфа-1 на c. Альфа-1 был импульс, отвечающий циклической координации. Посмотрите, посмотрите. Вот. Это очень удобно. Это очень удобные переменные. Вообще, это, конечно, было изобретение очень хорошее. Так, рассмотрим опять же… Вот, например, если t равняется 1,2… Пусть тело вращается вокруг оси. Вот так вот. А p равняется нулю. Пусть тело вращается вокруг оси z. Фи – это угол поворота. Она циклическая координата. Фи. Циклическая. Её нет, да? Значит, что такое pфи? А это будет соответствующий импульс. z на фи с точкой. Правильно? Вот. И здесь переменные действия. Это просто будет соответствующий импульс. z на фи с точкой. Правильно? То есть pфи. Вот. А функция h в этой выраженной переменной действии и в квадрате зеленая на 2z. Ну, а частота – это что? dh, pdi. Вот в случае вращения. Это будет i, зеленая на iz. Ну, а мы что хотели, да? Посмотрите сюда. Вот угловая скорость, она и есть. Так. Теперь осциллятор. Теперь, друзья, мы осциллятор. Пусть h равняется 1 2 омега на q в квадрате плюс p в квадрате. Ну что ж. h равно h. Вот так, интеграл, да? tdp равняется плюс-минус корень квадратный 2h на омега минус q в квадрате. Так. И тут какая картина-то? Вот окружность. Вот такие фазовые траектории. q в квадрате плюс p в квадрате равняется 2h на омега. Видите, да? Вот. Так. Простите. Вот так, pq вот так вот. Вот. Так. Ну, теперь можно вычесть переменные действия. i равняется 1 на 2π интеграл по всей окружности p на dq. Знаете, ребята, ну что надо проинтегрировать? Можно так, смотрите, вместо p подставить сначала плюс, тогда интеграл будет от этой точки до этой. И ещё интеграл потом от этой точки до этой. А здесь минус корень из 2h на g, да? Интегралы берутся. Это несложно. Я не буду её брать. Вот эти черновики, которые у вас будут, уже сегодня будут у Даши. А я скажу просто, как здесь поступить больше элегантно. Не вычисляю. Ребятки, жалко время интегралы расписывать. Ну, вы видите, интеграл, возьмём, там роксинус будет. Вот. Знаете, что? Ну, это же площадь, делённая на 2π. То есть, i, ну что ж такое у нас будет i-то? Значит, на 2π нужно разделить площадь. А площадь окружности с чем уравняется? Кто знает? Значит, π на r в квадрате, да? А r у нас в квадрате 2h на омега. Ну и смотрите, что получилось. h на омега. Вот что такое i у нас. h на омега, а значит h омега на i. Так. Ну, знаете что? А функция v в нашем случае чем равна? Вот в нашем случае v. Ну, v будет равняться плюс-минус корень квадрат... Ну да, интеграл корень, то есть 2h на омега минус q в квадрате, да? В равняется, значит, у нас плюс-минус корень dq, да? Сравняется плюс-минус 2i минус q в квадрате dq. Ну, w равняется dv по di, да? А p равняется dv по dq. Так, ну и как это все выглядит уже окончательно? Какова замена переменных? Ну, уже я не лишаюсь удовольствия сказать, что мы тоже с вами видели. Это то самое, что придумал план Каре. Вот такая замена приводит нашу функцию Гамильтона, вот эту, к функции омега i. К функции омега i. Так, вот теперь как у нас с вами... Это вот случай одной переменной. Ну, как обстоит, можно вводить, пытаться ввести переменные действия угол в задачах с большим числом переменных. Ну, здесь, конечно, здесь трудно все, ребятки, выглядит. Труд большой требуется. Давайте рассмотрим простейший случай, когда у нас переменные разделяются. Несколько слов о случае, когда много переменных. Ограничимся рассмотрением только в случае, когда у нас переменные в уравнении Гамильтона и Коби разделяются. То есть, мы будем считать с вами, что v – это функция от... вернее так, сумма по i от единицы до n, v – это от q – это, да, и остальных, так сказать, и от константа. Вот у нас, как скажем с вами, n степеней свободы. h – это последняя константа, а альфа n – это h. Так. Ну, тогда у нас получается, что p и т будет равняться dv под dq и т, равняется dv и т под dq и т, правда? Равняется p и т, который зависит от q и т, все только от своих переменных. Но это от всех константов. Вот. Ну, можно сказать, h здесь. Вот так. Вы понимаете, из этих вот функций... Вот, значит, смотрите, можно сделать так – ввести импульс переменной действия. Совершенно аналогично, понимаете, движение в разных... Независимо происходит движение в плоскости p1, q1 и в плоскости p2, q2, а друг не зависит от друга. Они зависит только через константы, понимаете? Через альфа. Вот получается, вводим переменные действия и с индексом и. Это будет p и т на dq и т. Вот. Ну, это будет n соотношение. Вот. Значит, вот мы поставляем сюда p и интегрируем. И потом мы можем разрешить эти соотношения относительно альфа. Альфа житая будет равняться f житая. Значит, от i1 и так далее, и n. j от 1 до n. Вот так можно найти константы. Так что наша функция, гаммалитонный краз, fn будет. Вот i1 и так далее, и n. Ну, вот тогда уравнения у нас будут выглядеть следующим образом в новых переменных. Ну, все совершенно аналогично вообще. d и и т по dt равняется нулю. d, w и т и по dt равняется dh. d и и т равняется частоте омега и т. Ну, знаете, что эта частота зависит от всех переменных действий. и 1, и так далее, и n. Ну, еще, знаете, что можно показать, что, значит, если мы, скажем, меняем, проходим цикл по какой-то переменной, q и т по и т, то соответствующая угловая переменная w равняется на 2π, как это было в случае одной переменной. А остальные не получают никакого приращения. Вот. Вот так. Так можно сказать так. Это легко показать, что дельта, если меняется только переменная q и т и по и т, цикл проходим, то это будет 2π на дельта и g. Функция силы кроникера. Так. Ну, еще можно сказать вот что. Что если у нас какая-то координата циклическая, то это очень здорово. Тогда у нас соответствующий, значит, у нас будет соответствующая переменная действия, это просто циклический интеграл. Вот скажем, по и т, это константы. Вот он. Ну, тогда берем вот этот вот отрезочек, а на константы берем вот эту площадь. Все. Делаем на 2π. И получаем, что и и т, это будет просто по и т. вот иногда бывает, что вот можно доказать, что задача интегрируемая. Т.е. можно в данном виде записать решение. А ввести переменные действия уголов, ясно, что их можно построить, но бывает технически, это очень сложно сделать. Это даже может быть, вот в студии Ковалевской, например, когда твердое тело действует в окружной квадратной точке. Принципиально это можно, а существует переменные действия уголов, но это, бог знает, как сложно сделать. Это такие сложные квадратуры, необъятные, понимаете. Зазнать очень трудно. Хотя вот задача интегрируемая, в случае Ковалевской, но до сих пор еще публикуются работы по поведению Волчка в случае Ковалевской. Это аналитические работы. Это очень-очень сложно. Например, для случая Эйнера в Пуансо они введены переменные. Сложно. В случае Лагранжа проще, проще. Они, так сказать, через элитические функции вводятся. А вообще, конечно, вести переменные действия уголовно трудно. Но для нас принципиально важно, можно ли, в принципе, их получить в какой-нибудь задаче. А вы представляете так, когда задача является интегрируемой? То есть решение можно ввести квадратуром. Вот это предмет разговора на следующей лекции у нас. А сегодня давайте закончим. Ладно? До свидания. До свидания.